Сказка. Султан и Гарем. Глава пятая. Читает автор. Наступило утро. На горизонте солнце подымалось, и вместе с ним султан. После процедуры умывания ему зеркало сказало. Привет, родной. Сегодня будет весело. Ты это о чём? Увидишь сам. Слуги завтрак принесли. Напитки и чаи. В домашней обстановке султан пил прямо из пол-литровых баночек. Это было нормой. Может быть поэтому он дома кружки не любил. Из-за малой вместимости. Чаи из трав обычно он пил без сахара. Сегодня он заварил такой напиток в баночку свою. Пол чайной ложки растворимого горячего шоколада. Пол чайной ложки цикория. Чайную ложку с горкой сахара. Дольку лимона добавил. Добавил кипятка и молока полстакана. И всё это размешал. Всё это выпил прикуску с двумя кусочками, которые отломил от плитки шоколада. Чарующий вечер. С двумя печеньками украиночка. Именно украиночку ему, Тархуну и Аркану сегодня выпало встречать в аэропорту. Трапеза бодрости дала и прибавила силёнок. А они были ему сегодня так нужны, как никогда. Какая ноша ему выпадет на плечи, он не знал. Знала только зеркало. И ехидно почему-то ухмылялась. Чего ты ухмыляешься? Ты что-то от меня скрываешь? Нет, я могу, конечно, правду рассказать. Но ты мне всё равно ведь не поверишь. И лестницу с собой в дорогу не возьмёшь. Какая ещё мне лестница нужна в аэропорту? Ты в своём уме? Я-то в своём. Это ты всё в облаках летаешь. А, ну тебя. Ещё опоздаю. Всё, пока я побежал. Бежи, бежи. Далеко не убежишь с такой ношей. Машина ждала ухода. Султан опускался по лестнице. В голове путались мысли. А какой ноше, намекало зеркало. Да ещё с лестницей в придачу. Ума не приложу. По дороге султан купил букет цветов. В аэропорту его встречали Тархум, Аркан и видеооператор с камерой и штативом. С Киева рейс объявили. Оператор камеру установил, настроил и включил. Мимо люди с рейса проходили. Уже последние прошли. Среди прилетевших её нет, сказал Тархум. Ну и хорошо. Баба с возу кобыли легче, сказал Аркан. Раздался звонок на мобильном. Это посол. И Тархун включил громкую связь. Посол нервно сказал. В чём дело, Тархун? Дочь моя изволновалась вся. Почему её никто не встречает? Как не встречает? Встречаем. Ждём, стоим в аэропорту. И пассажиры с рейса все прошли. Её там не оказалось. С какого ещё рейса? Она на моём частном самолёте прилетела. Ждёт вас уже давно. Психует. У меня совещание директоров. Работать надо. А не её истерики терпеть. Мне на порядком надоело. Я устал. Может, вы и там вправите мозги. Всё, ладно. Люди ждут. Иди, встречай. Пока. Видать, папашу хорошо достало, сказал Аркан. Теперь будет доставать всех нас. С грустью добавил Тархун. Ну, и где же будем самолёт её искать? Аркан, спроси. Вон стюардесса идёт. Прям как кинозвезда хороша. Скажите, красавица, где тут частные самолёты садятся у вас? Это на запасном пути. Вон там, справа. И путь указала ручкой изящной своей. Милая, скажите, туда подъехать можно? Нет, пока пешком. Дороги для трапов и машин пока ещё в проекте. Непорядок в стране твоей, султан, съязвил Аркан. Ладно, позже разберусь. Пошли друзья пешком. Они шли по асфальту взлётной полосы. Вдали сбоку в кармане для самолёта стоял Боинг 777. Подошли поближе к самолёту. И когда проходили мимо его, «Какая здоровая махина!» «Верится с трудом, что она летает!» С восхищением сказал Аркан. Все стали его разглядывать. И обходить со всех сторон. Затем стали все смотреть по сторонам. «Боинг – это хорошо!» «Ну а где же частный самолёт?» Спросил султан. «Может, спрятался в кустах?» Пошитил Аркан. «Других самолётов что-то тут не видно!» Произнес Тархон. Вдруг неожиданно дверь в Боинге открылась и показалась дева в платье Мухомора. И все услышали не совсем понятный крик. «Вы долго будете кругами всё ходить! Вокруг дорога! Сколько можно ждать? Где Трамп?» «О, Аллах!» Она половина букв не выговаривает. Я ничегошеньки не понял. «Где Трамп?» «Я говорю!» «Она спрашивает, где Трамп?» Сказал Аркан. «Скажи, у нас его нет. Он в Белом доме». «У нас его нет! Он в Белом доме!» Крикнул ей Аркан. «Сами вы будете в Дуйдоме!» «Да, наверное, цветов нам маловато. Надо было нам аркистер прихватить, раз президента ждало США». «Я буду тут ещё тачать!» «Меня снимет кто-нибудь!» «Оператор, ты снимаешь?» «Снимаю!» Тот отвечал и смеялся. «Смотри сильно там, не ржи!» «А то камера дрожит!» «Не волнуйтесь, вас уже снимают!» «Улыбайтесь!» Крикнул Аркан в гости. «Вот баяны!» «Вот баяны!» «Извините, нет у нас баянов!» «Вот баяны!» «Вот баяны!» «Тархон, ты с ней знаком? Давай, переводи!» «Какие ей ещё нужны?» «Баяны!» «Может, балалаки подойдут?» Она имела в виду баяны, те, что блеют. «Вот чудовище лесное!» «Она-то на себя в зеркало смотрела?» Шепнул, обидевшись Аркан. «Да, вот он, крах сериала. Да ещё во всей красе. Так вот она, какая страна, Картавия!» «Да, это её типичный представитель!» Все мужчины не выдержали и рассмеялись. «Нет, я не понял! Чего вы вжёте?» «Нет, мадам, мы не лжём, мы правду говорим!» Ей сказал в ответ Аркан. «Меня съемить?» «Говорю я кто-нибудь!» «Не волнуйтесь, вас уже давно снимают на цветную плёнку фермы «Кодак» в формате 16 на 9». «Как? Уже кино?» «Это у вас уже сына и такой?» «Тогда погодите, я пойду припудю носик!» «И она ушла!» «Интересно, почём на рынке нынче боинах?» «В моём каркуляторе, боюсь, не хватит налей посчитать!» «Что будем делать дальше, господа?» «Я, кажется, разгадку украинки понял!» «Не президент ей нужен трап, а просто обычный трап!» «Из-за хомиков по бокам он сюда, конечно, не проедет!» «Да и машинам въезда пока нет!» «Конечно! У частных малых самолётов есть лестницы свои!» «Так вот о какой мне лестнице зеркало сказала!» «Это вы о чём, султан?» «У вас говорящее зеркало есть!» «И вы сколько лет молчали? Не сказали?» «Так это находка для кино!» «Добавил Тархон!» «А, потом как-нибудь вас с ним познакомлю!» «Думайте, как с самолёта её будем снимать!» «Она именно этого хотела, а не камеры!» «А, вот где собака порылась и баяны зарыты!» «Собака зарыта! При чём тут баяны?» «Думайте, как все эту кружу снимают!» «Сколько там высоты примерно?» «Метра три-четыре!» «Барышня пришла!» «Всё! Я готова! Можете опять снимать!» «Улыбайтесь! Можете в камеру ручкой помахать!» «Интересно, у экипажа парашюты есть?» «Не успеет дернуть! Даже за кольцо разобьётся!» «Другого выхода не вижу я!» «Давайте, как в цирке акробаты, будем!» «Аркан, ты сколько весишь?» «Семьдесят!» «И она примерно где-то пятьдесят!» «Тяжеловато!» «Ну а что же делать?» «Моя страна?» «Мне отдуваться!» «Архун!» «Командой оператором!» «И как её там величать?» «Галя!» «И Галя говори, чтобы не пугалась!» «Мол, сценарий у нас такой по фильму!» «Аркан, становись мне на плечи и её аккуратно с самолёта снимай!» «А вдруг разобьёмся?» «Да, басвальт!» «Как-то больно!» «Но ты же просил документальные реальные съёмки!» «Вот, получай!» «Распишись!» «Или сдрефил!» «Сразу в кусты!» «А почему именно я?» «Тархуна может заклинить!» «Сам говорю!» «А оператор слабенький на вид!» «Ещё сломается небось!» «Так что давай, залазь и небози!» «Это приказ!» «Андреналин сейчас нам нужен в самый раз!» «Аркан залез на плечи султана и поднялся во весь рост!» «Только равновесие, Аркан, держи!» «Не шатайся!» «Улыбайся!» «Нас снимают!» Руками придерживал ноги Аркана султан, которые стояли у него на плечах! «Вот о какой ноше зеркальце сказала!» «Султан, вы о чём?» «Это я о своём!» «Да не дрожи ты, как заяц!» «Будь мужиком!» «Почему они трат не дают к самолёту?» «Спросил один лётчик другого!» «Они, видно, на главной линии заняты все!» «А это путь запасной!» «Может, ждут, когда освободится какой!» «И вообще, в этой стране мы впервые!» «Может, у мужчин здесь обычай такой!» «Женщин руками снимать с самолёта!» «Да, этих киношников сам Аллах не разберёт!» «Что они задумали?» «Чего они хотят?» «Доставай смартфон!» «Давай и мы заснимем этот цирк на память!» Продолжение следует...